Так, доброго времени суток, дорогие друзья, я подготовилась к серии видео про учебу таких, ну, водных можно назвать. Хотела просто немножко поговорить с вами о макияже, а то как-то мы давно не макияж, не обсуждали ничего. Помады красные я снимала в отдельный ролик, и в принципе она уже так достаточно давновато на канале, я посвящу с другой стороны, чтобы было видно, как она переливается, это очень здорово выглядит. Это стойкая вельвет, я про нее тоже рассказывала в том видео, очень классный, по-моему, седьмой номер, да, седьмой. На тот период времени как раз я ее купила, чтобы отлично снять видео, вот, сделала такую помаду, которая у меня не съестся, не сопьется, потому что я себе подготовила, у нас уже дома очень холодно, и я вот так вот, в таком вот большом свитере платья, в общем, подготовила себе попить вторую макружку, потому что по-другому просто вообще никак нельзя, пять минут и чай холодный, вот реально, без прикола, даже в большой кружке, вот. И, конечно, вполне возможно от того, что я постоянно их использую и работаю в больном месте, мне все время хочется пить, так что вода обязательно. А вот кошке не обязательно, тебе кошка зачем макияж? Тебе не надо. Это моя вот каприза такая, у нее как раз зеленые глаза, и у меня как раз зеленая подводка. Но ей же все интересно, она же девочка, правда? Покажу такой момент, я сегодня, девчата офигела, можно так назвать, вот оно, оно не закручивается, это первая в моей жизни подводка, которая перестала закручиваться, я купила месяц, может полтора назад, то есть как бы, как бы я не знаю, ее, через сколько оно высохнет, и где мне найти крышечку, чтобы вот это вот закрыть, может быть я возьму, то есть у меня осталась от черной подводки кисточка, но там еще черной подводки немножко есть, поэтому я не знаю, либо я эту кисточку выкину тогда, такая вот кисточка тут была, а вот, очень интересная и немножко странная подводка зеленая, потому что я думала, что это будет именно вот такой цвет, а он оказался тоже, видите, с перламутром, и причем в дневное время суток, вот не под светом, это откровенно кажется каким-то таким вот серебристым, ну, таким металликом, вот, в общем, не знаю, подводка странная, она треснула в крышечке, пока временно можно было бы заклеить, но все равно оно не фиксируется, к сожалению, вот, так что, скорее всего, скоро это будет кандидат на вылет. Про макияж вам рассказала, про маникюр хочу немножко подробнее сейчас вам показать. Момент. Так, ну, вроде нормальная локация получается, и по свету, и по всему. Значит, мне очень понравились, как себя ведут вот такие вот лаки, Люкс Визаж Гель, да, Ириска, естественно, помогает, у них широкая кисточка, и, ну, вот этот вот, это он как раз. Здесь просто я наносила несколько разных, поэтому суть одна, это просто обычный лак, который ведет себя как гель. Он, как бы, вы когда наносите, он потом так немножко растекается, и аккуратно, но нужно очень аккуратно, потому что набирается на кисточку достаточно его много, может быть, за счет того, чтобы формировать вот эту вот как раз каплю, которая будет растекаться. Кисточка толстая, широкоудобная, а как раз кто-то умудряется вот такими кистями покрывать сразу целиком ноготь. У меня не получается, у меня они все разной ширины, и, соответственно, я, ну, как-то приноравливаюсь, что как делать. Значит, я, в чем заключался эксперимент, про который я говорила во влоге, здесь я разделила ноготь пополам, снизу перламутровый белорозовый прозрачный, такой полупрозрачный, да, лак, вот этот вот розовый такой, фуксия, очень классный, не знаю, ну, вот мне захотелось, я приверженец обычно однотонного лака, да, и там один ноготь какой-то сделала красивый. Вот, а в этот раз мне вот захотелось вот так вот похулиганить. Значит, здесь у меня вот на боковинке видно, какой он такой перламутрово-блестящий, да, вот как выглядит эта наклейка на нем, видите, оно такое ощущение, как будто в самом лаке этот рисунок. Вот, здесь у меня вот этот вот перламутрово-полупрозрачный лак, его видно, просто наклейки получаются прозрачные, и они фактически принимают тот цвет, который под ними. То есть, если бы я нанесла целиком на вот этот вот розовый, то было бы вот как-то так, более темное. А здесь у меня розовый перламутровый, вот со стороны видно, какой он без наклейки, да, и с наклейкой получилось вот так. В общем, похожу так, посмотрим, сколько у меня это продержится, потому что я это делала вчера вечером на ночь глядя, сегодня у нас воскресенье. Вот, наклейки покупаю самые простые, которые идут для ногтей. Если вы в Минске, ну, в Беларуси, то они есть и в Миле, и в этом самом, в острове чистоты, так что это не такая большая проблема. Вот. Отрезаете этот кусочек, который вам нужен, ну, это вот конкретно вот что у меня сейчас, вот, и в водичку там до 5 секунд снимаете, одеваете, сверху лаком, лаку вот этому... А, я его покупала, я еще была в Тивале, то есть это 2018, наверное, год, то есть ему уже 3 года, вот, но его где-то половина у меня еще осталась, и как бы, ну, не собирается заканчиваться, поэтому пока пользуюсь им. Вот. А как подложку я сейчас вот в последнее время вот такой вот, эвелиновский использую, вот, за счет чего, мне кажется, кстати, он знает, что делает. Он как-то формирует форму ногтя, что ли, что они более аккуратные становятся, и за счет того, что я делаю их такими вот миндалевидными, да, у меня, вот, они же лопаткой такой идут, вот, по форме, то они более аккуратные становятся. Вот, друзья мои, я вам показала, рассказала, буду снимать для вас учебное видео, которое подготовила, и мы с вами увидимся совсем скоро, я надеюсь, вам понравился такой формат, вам понравилось, и было интересно узнать и по поводу макияжа, и по поводу ногтей, вот, мне, например, такого плана, ну, было интересно снимать для вас. Благодарю вас за просмотр, мы с вами увидимся совсем скоро, в следующем видео, до новых встреч, пока.